МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. ГИБДД работает в усиленном режиме. Многочисленные проверки на дорогах провели сразу в нескольких районах столицы. Нехорошо там, где родина. Все больше дагестанцев покидают республику. Об официальных данных Дагстата сегодня в выпуске. Радость без ограничений. Благотворительный фонд Инсан провел мероприятие к Международному дню инвалидов. Футбол вслепую. Мини-турнир для незрячих прошел на полях Анжи-арены. Об этом в спортивном обзоре выпуска. Ущерб от хищения газа в Дагестане достиг полтора миллиарда рублей. И это только за 10 месяцев текущего года. По информации «Газпром Межрегионгаз» правоохранительные органы подано более 4000 заявлений. Однако по данным материалам возбуждено лишь 150 уголовных и 441 административное дело. По более чем 3000 заявлений уведомления о результатах рассмотрения не поступали. Отметим, что с 2019 года компания намерена усилить работы по выявлению и пресечению самовольных подключений к газовым сетям. Все больше дагестанцев уезжает за пределы региона. По данным Дагстата, только за первые 9 месяцев 2018 года миграционный отток в республике превысил 8000 человек. Дагестан является лидером оттока населения в стране. Отметим, что среди субъектов России мы первые сразу по трем показателям. По общему приросту населения, естественному приросту и миграционной убыли в абсолютных величинах. Помимо переезда в другие регионы России, для республики характерна и сезонная миграция. ГИБДД Дагестана продолжает проверки машин на наличие ремней безопасности и удерживающих кресел. Рейд провели на проспекте Мамыша-Меля. Именно здесь в час пик транспортный поток особенно плотный. И водителей, нарушающих правила, в разы больше, чем на других улицах столицы. Как отмечают дорожные полицейские, в ходе проверки было выявлено и много пешеходов, не соблюдающих ПДД. Всего по итогам проверки составлено более 80 административных протоколов. И еще один рейд прошел на северном посту Махачкалы. Помимо сотрудников ГИБДД в нем приняли участие представители Россельхознадзора и транспортной инспекции. Проверяли в основном большегрузные авто на соблюдение норм перевозки. Зумруд Гамидова расскажет далее. На северном посту проверяют все фуры. Инспекторы Россельхознадзора преследуют цель – выявить и пресечь передвижение несанкционированной продукции, возимой в Россию. Масштабную ревизию проводят регулярно. А вот госавтоинспекторы проверяли водителей на наличие тахографа – аппарата, который позволяет защитить водителей от переутомления за рулем. По линии Ространснадзора мы осуществляем контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителям. И правильное заполнение ЦМР, это типа Россия, путевые листы, и дозвол, осуществляющий разрешение на это перевозку пассажиров. Главная цель – это соблюдение международных требований по перевозке грузов. Товар есть и документов нет, а значит придется оплатить штраф. Встречаются нарушители, у которых то ветеринарной справки на продукции нет, то условия транспортировки не соответствуют нормам. Вот, например, в этой фуре перевозили крупно-рогатый скот. В ходе досмотра было выявлено отсутствие сопроводительных документов. В числе основных правонарушений – транспортировка жилонарочной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов. Несоблюдение температурного режима на автотранспорте, нарушение товарного соседства, перевозимой продукции и другие. В отношении каждого нарушителя составляются протоколы по сайте 18.2. Документы на товар обязательны, и это в интересах самого водителя, ведь спрашивать будут именно с него, а не с собственника груза. Это должен знать и помнить каждый шофер-дальнобойщик. И к другим темам обменять мелочь на крупные купюры смогут дагестанцы с 10 по 21 декабря. В коммерческих банках республики можно будет получить банкноты взамен монет без комиссии. К тому же в подарок работники банка обещают выдать памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года. И 10-рублевые монеты, выпущенные к 21-й всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Участие в акции примут 6 офисов Национального банка в Дагестане. Дизайнер не обязан этого делать. Под таким провокационным слоганом анонсировался эксклюзивный мастер-класс по дизайну интерьера в Махачкале. Рассказать о новых концепциях был приглашен ведущий специалист из Москвы Виктор Димбовский. На практическом интенсиве побывала и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Я ощущаю, что дизайн в 21 веке – это профессия взрослых людей. Не по возрасту, а по осознанности. Рискуют, воплощают порой самые безумные идеи. Создают что-то совершенно уникальное и стильное. Так работают настоящие профессионалы нового времени. Об этом дагестанским дизайнерам и архитекторам рассказывает Виктор Димбовский, преподаватель Московской школы дизайна. Специалист попутно проводит разбор полета в некоторых работ участников. Открыто говорит, в каком интерьере чего не хватает, а где слишком много лишнего. Здесь не только потолок убивает, здесь много этих тем. И диагонали, и восток, и лофт, и вот эти вот под прованс мебель, такая тоже грузная, классическая. И вот эти светильники плетеные, и восточные мотивы арок. Хороший дизайн-проект – это не множество фишек, это какая-то одна, но очень сложная, крутая фишка. Понимаете, когда множество фишек, это дробит. Потому что дизайн-проект – это одно произведение. Дизайне интерьера, признается Димбовский, очень много нюансов. Особенно при выборе темы. Наличие нескольких в одном проекте, по мнению стикера, создает эффект так называемой сборной солянки. С этими и другими тонкостями он делится с полным залом людей. Около 150 увлеченных дизайнеров посетили лекцию, посвященную стандартам, профессии, брифам и этапам работы с клиентом, услугам и обязанностям дизайнера. Посетить эксклюзивный мастер-класс приехали даже из соседних республик. Услышала я об этом симпозиуме, буквально, вот вообще, ну, нечаянно, можно так сказать. Так получилось, что мы сейчас занимаемся планировкой нашей квартиры и обставляем плитками. Так как моя сестренка учится на архитектурном, я решила, что она может сделать какие-то новые выводы и увидеть новые взгляды с другой точки зрения. И я их уговорила, и пришлось нам ехать. Я по специальности сам архитектор, и где-то в последний год я занимаюсь дизайном интерьера, поэтому стараюсь максимально участвовать в дизайн-мероприятиях, форумах, лекциях, где это возможно. Я уже записываю все это, и поэтому думаю получить какие-то новые знания для себя. Мастер-класс полезен не только дизайнерам и архитекторам. Даже спонсоры мероприятия признаются, что для них это уникальная возможность познакомиться с интересными и яркими людьми. В первую очередь это наладить отношения с дизайнерами, с архитекторами, со строителями и огласить им о партнерской программе, которая стартует в нашей компании. Форум подобного рода проходит в Дагестане уже второй год. Виктор Дембовский, постоянный спикер дизайн-мероприятий в республике, говорит, что впечатления от первого выступления остались только положительные. Поэтому и решил вновь выступить перед дагестанской публикой, но только уже в новом формате. На этот раз дизайнер планирует познакомиться с культурой региона, посетить древнейший город Дербент. Находиться так близко к настолько древнему городу, по сути культовому месту и не съездить туда, я считал бы неправильно. Я вообще люблю историю и историю культуры. И всегда, когда у меня есть возможность в разных точках мира, я стараюсь посещать подобные места. Организаторы мероприятия отмечают, что это только начало. Представители Design Week, первой платформы в Дагестане для проведения мероприятий для архитекторов и дизайнеров, уже определили формат для новых встреч. Мы не останавливаемся на достигнутом. И в ближайшее время, то бишь летом, нас ждет крупнейшее мероприятие для дизайнеров. То есть мы организовываем двухдневную конференцию, на которую будет приглашено очень много спикеров, самых топовых спикеров Москвы. Естественно, и наши спикеры будут местные, дагестанские выступать. Мы будем разбирать очень насущные проблемы. То есть как правильно работать с цветом, этапы работ, может быть, будем еще раскрывать о стилях, о эргономике. То есть там очень разнообразная программа, поэтому я рекомендую всем. Кроме того, в скором времени планируется запустить пятиступенчатые курсы. Программа будет рассчитана как для начинающих, так и для уже состоявшихся дизайнеров. Патимат Ханапова, Салман Гдихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Для детской радости не должно быть ограничений, так считают работники благотворительного фонда «Инсан». Именно они накануне в честь Международного дня инвалидов организовали для детей настоящий праздник. Около 350 детишек со всей республики стали участниками торжественного мероприятия. Чтобы разделить радость вместе с детьми, акцию посетил и муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. Все подробности у Абдулла Алиева. День инвалидов День инвалидов, возможно, это не праздник, но посвящен самым сильным людям, сумевшим пройти все испытания для того, чтобы жить дальше. При этом рядом с такими людьми должны находиться верные друзья, всегда готовые помочь и поддержать. И одним из таких являются работники фонда «Инсан», организовавшие торжественное мероприятие для детей с рожденными недугами. Мы сегодня пригласили как наших подопечных, так и детей, которые обучаются по дистанционному управлению, именно совместно с Центром дистанционного обучения. Сегодня у нас находится более 350 детей. Сегодня как дети бабочки, так и дети с онкологией, дети ДЦП и так далее. То есть решили охватить всю проблему детей и пригласили, чтобы хотя бы этим мероприятиям дать хотя бы капельку, чуточку радости в их нелегкой жизни. Не оставил без внимания мероприятие муфти республики шейх Ахмат Афанди. Обращаясь к детям, он сказал, что не видит в них отличия от других людей. Шейх сказал, что у всех есть болезни, как телесные, так и душевные, и что второе намного хуже первого. Я вас очень люблю, уважаю, и ни в коем случае я вас не считаю инвалидами, потому что во всем мы давай так о мире не будем говорить, о Дагестане скажем. Все дагестанцы, мы все, можно сказать, какой-то болезнью болеют. У кого-то болезнь, это выряжено на тело, на лицо, а у кого-то внутри душевные болезни. Поэтому здоровых людей на свете, можно сказать, почти нет. Мы все одинаковые люди, и когда говорят о детей и инвалидах, мне вот это слово вообще не нравится. Мы все люди, мы все одинаковые люди. Организаторы мероприятия сделали все возможное, чтобы у всех остались положительные эмоции. Детейшек развлекали аниматоры. Для них были исполнены нашиды и проводились викторины. Дети, как и их родители, остались в восторге. Как обычные дети, мы не встречаемся так часто, мы не ходим. А вот такие мероприятия нас объединяют. Мы знаем, что мы не одни. Это хорошо, дети радуются. И для родителей тоже благоприятная обстановка. Все-таки дети должны радоваться, веселиться, какие бы они ни были. Я по своей работе знаю, насколько нуждаются вот эти семьи, где порой один родитель и дети испытывают трудности в жизни. Я знаю, какие у них проблемы в семье. Поэтому мы должны как минимум свое отношение к ним, не без различия, к ним проявлять посредством таких мероприятий, как сегодня проводятся. Помимо вкусных угощений, всем деткам были вручены специальные подарки. Ну а закончилось мероприятие коллективным фото с муфтем республики. В полосе Вышнем у нас в республике всегда находятся люди, готовые помочь ближнему, и которым невозранична судьба каждого ребенка. Подобные мероприятия несут радость детям, а главное дают им понять, что их никогда не оставят без должного внимания. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Находящийся с официальным визитом в Дагестане шейх Мухаммад Ас-Сакав посетил мавлит, состоявшийся в мечети имени Зайнулы Расулева, который организовали выход с Агумбетовского района. Поддержать земляков пришел и глава муниципалитета Хаджимурат Магомедов, который отметил в своем выступлении, что гумбетовцы подарили Дагестану выдающихся религиозных, научных и государственных деятелей. На мероприятии традиционно читали Коран, после чего перед собравшимися выступили представители духовенства. Футбол в темноте. Впервые в Дагестане состоялся мини-турнир среди незрячих. Соревнования прошли на полях Анжи-арены. Кубок чемпионов разыгрывали четыре команды. Кому в итоге достался почетный трофей, узнаем у Курбана Рагимова. Обработать мяч, пройти с ними, довести атаку до удара – это классика футбола. Но тут играют незрячие, лишь некоторые различают тени и силуэты. Поэтому условия для всех равны на лицах специальной повязки. Контролировать мяч в таких условиях крайне сложно. Даже, наверное, профессиональному футболисту в моем случае. Главное попасть не то чтобы по воротам, а по мячу. Пробивали футболисты гораздо точнее. Зрячие тут только голкиперы, и те с трудом отражают мячи. Для динамики здесь нет аутов и офсайдов. В такой игре спортсменам зрение заменяет слух. Мяч они не видят, зато слышат. Здесь все как в обычном футболе, и поле, и ворота. Но главная особенность этой игры – вот этот вот мяч. Внутри него расположены специальные колокольчики, и он практически не отскакивает от земли. Футбол незрячих в республике развивают только три года. Ключевая фигура – энтузиаст Гаджимурат Магомедов. Организатор турнира уверен, у нашей команды впереди большое и светлое будущее. Поддержать игроков приехали звезды дагестанского футбола, именитые спортсмены и общественные деятели. Мы двигаемся очень широкими шагами в развитии этого вида спорта. Мы выиграли грант на Машуке, и с момента реализации этого гранта совместно с Федерацией спорта слепых мы реализуем сам этот проект футбольный, именно связанный с незрячими людьми. Потому что мы уже собрали школьную команду, команду, которая на первенстве будет играть России, и, в принципе, две взрослые команды полноценные у нас на сегодняшний день уже есть. Все свои финты Сергей Монжов делает на автоматизме. Футбол для гостя из Москвы уже давно стал образом жизни. Спортсмен – один из лидеров сборной России. Мечтает однажды сыграть на Паралимпиаде. С 2008 года у нас уже, по сути, это профессиональная подготовка. У нас тренировки по пять тренировок в неделю. По сути, как наша работа уже. Я хоть параллельно учился, но, тем не менее, сейчас уже в основном все время трачу на футбол. Опытного москвича и его партнера приводят в пример местным игрокам. Это своеобразный мастер-класс. Теперь дагестанцы на себе испытали уровень сборников. Команды Дагестанской республики, они последние года два-три с каждым годом прибавляют потихонечку. Вот буквально в этом году чемпионат России проходил. Они заняли четверое место. Но там не хватило по разнице мячей буквально одного мяча, чтобы бронзовые медали завоевать. Хорошо здесь развивается футбол. Вот именно что. И, как сказать, кандидаты есть в сборную команды России. Эту проверку наши прошли лучше всех. На турнире выступил клуб из Избирбаша. В финале были обыграны махачкалинцы, а на третьей строчке гости из Чечни. В феврале следующего года сборная России отправится на молодежное первенство мира. И велика вероятность, что цвета национальной команды в Колумбии будут защищать дагестанские футболисты. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин